Участник группы Нана Вячеслав Жеребкин в 90-е годы был одним из секс-символов страны. Сотни поклонниц мечтали завоевать внимание любимого певца, который выходил на сцену в облегающих костюмах и, порой, с голым торсом. Однако сердце певца оказалось не свободно, Жеребкин был женат. В браке появилось двое детей – Ксения и Данила. Впрочем, со своей второй супругой артист познакомился, еще находясь в официальном браке. Тогда звезду отечественного шоу-бизнеса и его поклонницу связывали только дружеские отношения. Будущей жене Жеребкина тоже было не до брака, на момент знакомства она училась в школе. Роман завязался гораздо позднее, когда группа едва не погибла в авиакатастрофе, самолет должен был лететь из Сургута в Москву, но загорелся на взлетно-посадочной полосе. К тому моменту секс-символ 90-х был разведен после 17 лет совместной жизни, отношения сгубили постоянные гастроли, загулы и пьянки. Вторая жена подарила Жеребкину четверых детей, но один из малышей столкнулся с неизлечимым заболеванием. Денис, появившийся на свет в 2016 году, оказался болен диабетом. Страшный диагноз супруги узнали, когда мальчику было около трех лет. Однажды ребенку стало плохо, и Татьяна вызвала скорую помощь. Медики измерили сахар и приняли решение отвезти малыша в больницу, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения. Жеребкин признается, в первое время они с женой боялись спать, потому что постоянно нужно было следить за сахаром в крови. Любое отклонение от нормы могло завершиться трагедией. Мы не спали вообще, нужно было следить за сахаром, не было мониторинга, как сейчас. Постоянно кололи пальцы. Раз в час или чаще. Это нужно было делать и днем, и ночью, говорит он в передаче «Секрет на миллион» на НТВ. Рассказывая о маленьком сыне, вынужденном жить с диабетом, Вячеслав Пантелеевич смахнул скупую слезу и не смог сдержать эмоций. Он маленький. И такая болезнь. Лучше бы мне такое. Ему-то зачем, за что все. Распереживался он. А маленький Денис принял собственную судьбу, в отличие от именитого отца. Он привыкает постоянно следить за здоровьем и уже самостоятельно умеет вводить необходимые препараты. Бывает, просто поднимается, а бывает от еды, конфеты, суп, каша. Это углеводы, их нужно считать и вводить инсулин. Мама мне считает. Она говорит, сколько, и я уже сам вожу, рассказывает мальчик.